Идти в ногу со временем отбирает слишком много сил и энергии. Современный человек не может себе этого позволить. Он просто едет бесстрашно к своей цели, потому что теперь рядом с ним самый надежный, самый опытный и самый профессиональный инструктор автошколы ДСААФ. ДСААФ. Более 60 лет на рынке, более полутора тысяч выпускников в год, собственные классы, автодром и впечатляющий парк автомобилей. Индивидуальный подход к каждому ученику и возможность учиться на все категории с нуля. ДСААФ. Самый короткий путь к безопасному вождению. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня в выпуске. Добрая комната пополнилась новыми подарками. Как реализуется проект партии «Единая Россия». Нововведение 2021-го, что изменится для жителей Подмосковья. Выразить себя, как прошла коллаборация шоу-танцы и коллектива «Вероника». Настольные игры, книги и воздушные шары для маленьких пациентов детской больницы на улице Химиков передали сегодня. Все подарки отправятся в «Добрую комнату», которая появилась в лечебном учреждении в ноябре 2019-го года. Благотворительный проект реализован в Серпахове по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Это наш проект, мы его курируем и для детей стараемся привозить подарки, сладости, книжки, раскраски, игрушки. Вот сегодня мы привезли настольные игры для ребят постарше, которые, к сожалению, находятся в детской больнице. Мы желаем им крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и в очередной раз говорим спасибо врачам, которые им помогают справиться с болезнью. Подарки детям передадут медработники. В условиях эпидемиологической ситуации работать врачам, особенно с маленькими пациентами, непросто. Общественная поддержка дает нам больше возможностей ощущать себя нужными, важными. А детям, конечно, это важно, это игрушки и то, что сейчас мы им подарим. У нас там есть детки, которые лежат без родителей, вы только поступили, да, так что они будут сегодня очень довольны. В акции сегодня приняли участие также депутат городского совета Светлана Задорожнюк и активисты молодой гвардии. Что изменится для жителей Подмосковья в 2021 году? Как оформить и получить новые выплаты? Расскажем в следующем сюжете. Региональный материнский капитал в Московской области составляет 100 тысяч рублей. На выплату в 50 тысяч могут рассчитывать родители, у которых после получения сертификата родился еще один ребенок до 31 декабря 2020 года. Как это сделать? Теперь заявление оформляется, подается в электронном виде на портале услуги mosreg.ru. Прикладываются документы, сам сертификат, паспорт мамы, свидетельство о рождении детей. И ребенка, на который был получен сертификат, и ребеночка, который родился после того, как был получен сертификат. Регистрация детей в Московской области и реквизиты. После подачи заявления необходимо в течение трех дней прийти с оригиналами документов в МФЦ. В Серпахе в 2020 году 50 тысяч рублей получили 304 семьи. Есть мамы, которые имели право получить 50 тысяч, реализовать эти денежки в 2020 году, но они не воспользовались. Не все потеряно, у них такая возможность есть. Они это могут сделать в 2021 году, до 31 марта 2021 года. Подать на реализацию первых 50 тысяч и до 30 ноября 2021 года подать на то, чтобы мы платили еще 50 тысяч рублей. То есть в общей сложности они получат 100 тысяч рублей в 2021 году. Ну, если, естественно, все условия соответствуют. Хорошая новость есть и для пенсионеров. В этом году размер региональной социальной доплаты составит 10 тысяч 648 рублей. Если сравнить с прошлым годом, то изменения на порядка 700 рублей разница. В 2020 году доплата производилась до 9,908. Расчет ведется автоматически, гражданам волноваться не нужно. И уже начиная с этого года выплата будет производиться до новой величины прожиточного минимума. В Серпахово региональную социальную доплату получают около 4 тысяч человек. Выплаты полагаются и донорам. Деньги перечислят до 1 апреля текущего года по выбранному способу доставки через банк или почту. В этом году размер выплаты составит 15 107 рублей 48 копеек. Хочу предупредить граждан, что никаких заявлений писать не нужно. Выплата производится автоматически всем, кто зарегистрирован в Управлении соцзащиты на 1 января. Кто будет приобретать этот статус в течение года, ему необходимо подойти к нам и заявить свое право на выплату, которая будет назначена и в дальнейшем будет производиться в автоматическом режиме. В Серпахове сегодня проживает 925 доноров. Дополнительные меры социальной поддержки обеспечивает соцкарта. Она выдается на 5 лет, однако может сломаться или потеряться. В этом случае надо подать заявку на перевыпуск. Немножко радостное событие, что перевыпуск карты в этом году будет стоить немножко дешевле. 42 рубля. По возникающим вопросам можно обратиться в Управление социальной защиты населения по телефону, который вы видите на экране. В 2021 году изменились и сроки подачи заявлений в первый класс. Теперь это сделать можно будет с 1 апреля по 30 июня. Подавать документы родителям или законным представителям нужно через портал госуслуги. Это касается граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории. Также новостью этого года стало внесение изменений в перечень льготных категорий. Также в первую волну заявлений на зачисление в первый класс могут подать родители, чьи дети или сами родители, если они не проживают на закрепленной территории. Но если старшие братья и сестры уже учатся в школе, то на младших заявления также можно будет подать с 1 апреля по 30 июня. Решение о зачислении будут принимать школы в течение первой недели июля. 6 июля откроется запись первоклассников вне закрепления за конкретным микрорайоном. Единственное основание для отказа в зачислении – отсутствие свободных мест. Вся эта информация уже размещена на сайтах образовательных учреждений. По предварительным подсчетам в Серпухове 1 сентября за парты сядут порядка 2000 первоклассников. На улице Новой неизвестные испортили новогоднюю атмосферу. Сломали верхушку ели, которая радовала жителей у дома номер 13. Что послужило причиной поступка, неизвестно. Вандалы пытались оторвать и гирлянды, но потом передумали. Однако сломанную елку уже сложно назвать новогодней красавицей. Очевидцев происшествия просьба сообщить информацию по телефонам, которые вы видите на экране. В ночь на 19 января христиане отметят один из главных церковных праздников – Крещение Господне. По традиции верующие совершат водосвятный молебен, а затем троекратное погружение в воду. В этом году в городском округе Серпухов окунуться можно будет на шести специально оборудованных площадках, которые отвечают всем нормам безопасности. Четыре расположены в деревнях Росимеоновская, Васильевская, Глубокого, Лужки. Горожан ждут и Ордании на прудах в микрорайоне имени Нагина и на улице Пионерской. Во время проведения крещенских купаний здесь установят палатки с местами для переодевания. Там можно будет согреться горячим чаем. На территории будут дежурить специалисты аварийной спасательной службы «Юпитер», отряда Федеральной противопожарной службы номер 29, сотрудники полиции и медики. Помимо этого, дорожные службы подготовят удобные подъездные пути к местам омовения. Праздничные богослужения у Иордании начнутся 18 января в 23.00. Уважаемые серпуховичи, обращаем ваше внимание на то, что участвовать в крещенских купаниях следует только в специально оборудованных местах, чтобы в случае необходимости у вас была возможность получить своевременную помощь. Танец от модного хореографа «Образцовый хореографический коллектив Вероника» при школе номер 3 разлучил новую постановку вместе с участником шоу-танца Дмитрия Масленникова. Работа продолжалась три дня. С хореографом и исполнителями пообщалась моя коллега Инна Шейнина. Это танец о том, что никто из нас не может решить за другого, хорош ли он или плох. Для того, чтобы артист был убедительным, ему нужно понимать, что он делает на сцене. Понятно, что все зависит от его профессионализма и уровня подготовки, но тем не менее мы с детьми разбираем каждое движение. И будет круто, если танец вообще, не только мой, а вообще, будет менять и артиста, и зрителя в лучшую сторону. Дмитрий Масленников, ставя новую хореографическую постановку, исходит из стиля и направленности коллектива, возможностей участников. Как правило, новые танцы ставят перед выступлением на фестивале или конкурсе. Этот год особенный, но работа над постановками для коллектива «Вероника» не прекратилась. Мы давно планировали Дмитрия Масленникова, еще до пандемии. Я и наш коллектив, мы всегда следили за его работами, нам нравилось его видение. И мы очень рады, что он отозвался на наше приглашение и приехал нам со своей постановкой. И хотелось бы, конечно, какой-то почерк в коллективе изменить, то есть сделать хореографию более интенсивную, усложненную. Для девочек старшей группы «Вероники» эти три дня работы над новой постановкой оказались интересными и насыщенными. Этот танец, он как-то отличается от других тем, что манерой своей и то, что все более, ну, как-то интереснее и, так сказать, энергичнее. «Представлений вообще не было никаких о том, что будет. Это как такой опыт впервые работать с таким талантливым человеком. В нас вложили столько, чтобы мы все смогли. Мы старались, все прям были готовы к работе. Было очень интересно. И я думаю, то, что в каких-то моментах мы сами стали лучше в чем-то. Очень хочется прям хоть час ехать и уже скорее на конкурсы. Мы сами уже соскучились по этим поездкам, по сцене». Теперь коллективу предстоит определиться с костюмами для нового танца. Эта постановка наверняка будет по достоинству оценена серпуховским зрителям. И не только. Адрес счастья – Новый год. Детский праздник под таким названием на каникулах проходил в парках и скверах Серпухова. Он собрал сотни ребят разных возрастов. У елки ребята вместе с веселым зайкой водили хороводы, много танцевали, отгадывали загадки, пели песни, участвовали в конкурсах и играх на скорости смекалку. В общем, шумели, смеялись и радовали своих мам и пап улыбками. Сегодня мы делали хоровод, танцы, веселья, новогодних танцев. Мы танцевали, играли все. А какие должен быть вообще новогодний праздник? Да, мы сейчас с вами проиграли такую игру, которая называется «Как у Дедушки Мороза». Там будет все очень все распространено. Футбол играют везде и в любое время года. О физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» прошел традиционный турнир «Снеговик-2021». За матчами с интересом наблюдала и наша съемочная группа. Более 30 команд четырех возрастных категорий соревновались за звание сильнейших Серпухова. На ежегодном турнире накал борьбы был очень высок. Для молодых футболистов этот старт является хорошей проверкой перед началом нового сезона. Традиционно у нас и команды, сами знаете, и спортивной школы «Звезда» были лидерами. И спортивной школой «Альтаир» сейчас крепость, да. И вот особенно маленькие вот возраста, сейчас получаются еще команды частные у нас. Таланты и футбики вот еще участвуют. Обычно не участвовали, но вот и хотят участвовать. Наверное, все и родители заставляют. Ну и есть возможность поучаствовать в соревнованиях. Сейчас не так много соревнований, чтобы где-то поиграть, поучаствовать. Турнир прошел с ограничительными мерами, без зрителей и в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. У нас только тренерский состав здесь, ну или это только видео, может, да, там официальные представители. Естественно, без зрителей мы проводим, без родителей. Родители у нас или в окно смотрят, да, или потом кто-то поснимет и через свою группу рассылают. Ну вот пока-пока вот так вот. Так же у нас и осенью было, и сейчас. Ребята играли с энтузиазмом. Иногда эмоции захлестывали, били через край. Недостаток в мастерстве слегка и компенсировался большим желанием. Каждый старался ярко себя проявить. Если говорить про нашу команду, то мы участвуем первый раз в турнире. Ребята сильно волнуются. И, ну, на самом деле результат такой, какой есть. В каждом полуфинале, в каждой возрастной группе, как минимум одна команда точно присутствует. В итоге юные игроки крепости первенствовали в возрастной категории 2007-2008 годов рождения, переиграв в принципиальном противостоянии звезду. Среди футболистов 2009-2010 и 2011-2012 годов вне конкуренции был Аякс. А у самых младших участников турнира чемпионами стали воспитанники спортшколы номер 2 из Протвино, серебро у Ступина и бронза у крепости. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Отсвеживайте новости в сети интернет на нашем сайте, на официальном сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!